Моя задача сегодня вам буквально за 25 минут попробовать показать и доказать то, что email-маркетинг, как канал привлечения клиентов, как канал для дегенерации, является очень важным каналом и зачастую недооцененным. Почему-то многие бизнесмены считают, ну, приравнивают его к спаму и считают чем-то вот таким неправильным и вообще нехорошим. Сейчас мы попробуем с этим разобраться. Во-первых, спасибо, что пришли еще раз. Времени мало, поэтому буквально в двух словах. Мне 35 лет, я 8 лет в интернет-маркетинге, руковожу и являюсь основателем диджитал-агентства «Дело Тонкое», спикер конференций, всяких разных не буду перечислять, преподавал в Первой Академии Маркетинга, ежемесячно отправляю более 2 миллионов писем. И сразу первый вопрос. Скажите, пожалуйста, кто из вас использует контекст и SEO? Хорошо, а кто использует SMM? Отлично. А кто использует какие-либо другие каналы, вот кроме перечисленных? Трое? Хорошо. Чуть-чуть теории, потом будут интересные кейсы, потом практическое развлекательное упражнение, которое будет нести в себе очень пользу, и потом еще чуть-чуть кейсов. Смотрите, больше касание, больше продаж. Это такая истина вообще в интернет-маркетинге. Очень важно понимать, что вся реклама – это касание. И чем больше касание вы со своим клиентом совершаете любыми способами, тем выше вероятность того, что он у вас купит. Слышали про теорию семи касаний? Ну вот сейчас говорили про 9, потом про 11, потом еще больше, сейчас уже говорят про 19, по-моему. 21 уже, да? Ну в любом случае, чем больше, тем лучше. Еще важно понимать, что на рынке практически нет уникальных товаров или услуг. Ну то есть велосипеды давно никто не изобретает. Если изобретают, то это скорее всего какой-то вот такой комплекс из нескольких продуктов. Дальше. Конкуренция среди разных продуктов. Сейчас Аркадий Цукер в соседнем зале очень хорошо про это рассказывал. Зачастую люди выбирают, например, ну что им сделать, купить там костюм от Бриони или съездить второй раз в отпуск в этом году. Ну какие-то вот такие вещи. Проектирование длинных конверсионных цепочек. Это вообще тренд, про это говорят давно, но делают пока мало. Очень интересно, рекомендую понаблюдать, как это делает, например, MVideo в своем интернет-магазине. Если вы зайдете на главную страницу, то у них есть так называемые страницы-прокладки. Они не гонят трафик сразу на карточки товаров или на каталог, они гонят трафик вот на эти страницы. Эти страницы, по сути, являются длинными-длинными лендингами с подробным описанием какого-нибудь одного продукта или ограниченной серии продуктов. Конверсия вот за счет создания вот таких страниц-прокладок выше. Первая продажа, продажа в минус в е-коммерсе нормальное явление. Я не знаю, можно называть вслух бренды, которые продают в минус. Например, Ламода. Первая продажа в минус для них нормальное явление. Они зарабатывают там с второй, с третьей, с четвертой продажи и так далее. Ну и, кстати, большую долю продаж вот в этом и в прибыли у них как раз занимает email-маркетинг. И больше касаний, больше доверия, больше продаж. Это про все эти истории про мультиканальный маркетинг, который должен выглядеть у вас как-то вот так, хотя бы, как минимум. Кроме контекста SEO, SMM, скажем так, классика жанра, вы должны понимать, вы должны собирать данные в CRM, вы должны их сегментировать, взаимодействовать с человеком на сайте. Это про всякие триггерные события, всплывающие окна. Пуш-сообщение, как один из очень недооцененных каналов. У меня, если в конце хватит, я пару минут уделю этому внимание. Email-маркетинг обязательно и массовый ретаргетинг. Но это как минимум. И еще один опрос. Скажите, пожалуйста, доход больше с каких клиентах, по-вашему, с новых или с постоянных? Ну, безусловно, спорить бесполезно. А кто-нибудь может сказать, какого размера ваша клиентская база? Ну, цифру не надо, просто поднимите руки, кто знает. О, классно. Сегодня продвинутая прямо аудитория. Обычно мало кто понимает. Ну и, соответственно, как вы работаете с клиентской базой, вы понимаете? То есть, если она у вас есть, как вы с ней работаете, какие инструменты для работы с ней у вас? Кто-нибудь понимает вообще вот этот процесс? Ну, вот уже меньше. Хорошо. Подсмотрел у своих коллег, когда был на обучении у топ-менеджеров Озона. Они утверждают, что 20% прибыли приносят клиенты с первой продажи и 80% те клиенты, которые приходят с повторных продаж. Ну, цифры могут, конечно же, меняться, но в целом, правда, вот где-то здесь. И если у вас сейчас не так, то это серьезный повод задуматься о том, что вам есть куда расти. И следующий опрос. Плавно переходим уже к самому e-mail маркетингу. Скажите, кого раздражает спам в почтовом ящике? Не всех? Ну, просто не все руки подняли. Хорошо. Давайте по-честному. Кто подписался и читает хотя бы одну рассылку? А больше одной? Скажите еще, у меня так, скорее всего, у вас тоже. Когда вы заходите в свой почтовый ящик, напротив надписи «входящие», у вас цифра, например, тысяча непрочитанных сообщений. Да? О чем это говорит? Это говорит о том, что письма вам шлют, но вы их не открываете. Ну, по какой-то причине. Скорее всего, плохие письма. Плохие e-mail маркетологи их делают. Окей, несмотря на то, что спам в почтовом ящике всех раздражает, средняя открываемость в коммерческих рассылках составляет примерно 15%. Она варьируется, естественно, от ниши к нише, в зависимости от качества рассылки, от размера базы и так далее. Но 15% открываемости. О чем это говорит? О том, что люди открывают и читают письма. А если они их открывают и читают, значит, надо делать что? Значит, нам надо их слазь. Конечно. И чем e-mail маркетинг отличается от спама? Вот здесь очень важный момент. Потому что о e-mail маркетинге сложилось такое негативное впечатление из-за очень хитрых товарищей. Они делали, например, такое. Брали дубльгиз. Все же знают, что это такое дубльгиз. Парсили оттуда e-mail и делали по ним рассылку. И говорили, мы занимаемся e-mail маркетингом. Так вот это не e-mail маркетинг. Это спам, это запрещено законодательством. Ну и вообще я против, это неправильно. Ну и сейчас делать такие штуки, скорее всего, бесполезно. Я последний раз пробовал уже достаточно давно, но эффекта от этого не было. Ну то есть не тратите просто на это время. И, собственно, чем отличается e-mail маркетинг от спама? Добровольная подписка. Это очень важно. Человек добровольно дал вам свой e-mail. И второе, точнее третье, это понятная тематика. Это означает, что если он дал вам свой e-mail, вы ему пообещали слать письма про вот это, то про вот это ему письма и надо слать. Потому что если вы начнете заваливать его какой-то ерундой не про то, что он ожидает, то он просто отпишется, добавит письмо в спам, испортит вам условно корму домена и все. На этом вся история закончится. Про двойное подтверждение. Чуть-чуть это правило вежливого тона, но его соблюдать не обязательно. В законодательстве при этом ничего нет. Двойное подтверждение – это когда вы первый раз вводите e-mail и нажимаете кнопку «отправить», и второй раз, когда вам приходит письмо, в нем написано, что если это действительно вы, нажмите ссылочку или кнопочку в подтверждение. Да-да. Ну да, это отдельная сложная тема, мне мало времени, потом подойдите, я вам расскажу отдельно. Возможность отписаться. Вот это уже в законодательстве, насколько я помню, прописано сейчас. Должна быть кнопка «отписаться», но и вообще это очень важная кнопка, ну или ссылка. Пусть лучше человек от вас отпишется, тем он будет отправлять ваши письма в спам и портить вам всякие показатели. И спецсервисы, тоже два слова об этом, потому что зачастую случаются истории, когда бизнесмен берет, например, 100 e-mail, заходит в свой почтовый ящик на Яндексе, на Gmail или где-то, добавляет их все в поле «кому отправить» и пытается отправить. В лучшем случае они придут спам. В худшем случае там разные истории. Понятно, чем отличается e-mail маркетинг от спама вообще-то настоящего. Дальше. Почему нужно заниматься e-mail маркетингом? Больше касаний, больше продаж. Повторяюсь опять же. E-mail получить проще. Здесь интересный эксперимент, можете его провести, он срабатывает в 95% случаев. E-mail получить проще, чем телефон. Если у вас будет форма захвата контактов, в которой вы просите e-mail, то конверсия будет выше, чем если вы будете просить телефон. И отсюда вытекает следующее правило. Взаимодействовать по e-mail легче. Представьте, что у вас есть акция. Вам надо, например, оповестить 10 тысяч человек. И оповестить вам их надо, например, 5 раз. Просто обзвонить 10 тысяч человек достаточно сложно. Можно, конечно, использовать телемаркетинг, есть способы, но это другая история. Ну и в принципе представьте, что вы звоните человеку и говорите «Привет, у меня акция, давайте сейчас за нее расскажу». Потом на следующий день ему снова звоните и говорите «Это снова я, я тебе сейчас про ту же акцию сейчас снова расскажу». На третий день снова «Привет, это снова я». Ну и где-нибудь здесь вам скажут, в каком направлении идти. И рост конверсии за счет сегментации. До меня про это маленько говорили. Используйте CRM, собирайте данные, сегментируйте людей хотя бы по полувозрасту, региону, по простейшим вещам. Это влияет на конверсию, влияет очень хорошо. Давайте дальше. Переходим к кейсам. Маленькая предыстория. Как этот кейс вообще получился? Это случилось когда-то совсем давно. Пришел ко мне клиент и говорит «Хочу прирасти за полгода в два раза». Но все каналы традиционные он уже отжал. Я пытался вам объяснить, что это сложно или практически невозможно, но он настаивал. В итоге мы сошлись на том, что он дает бюджет, и мы на этот бюджет тестируем разные каналы привлечения трафика. И в том числе решили попробовать email-маркетинг. Собрали всю его базу, которая у него тут была на тот момент, в интернет-магазине, в Одинесске, еще в каких-то источниках. Особо не сегментировали, но решили просто попробовать, пощупать, что из этого получится. Разработали акцию, она длилась три дня, написали четыре письма. В последний день два письма отправляли утром и за три часа до конца акции. И первое письмо отправили. К чему это привело? 346 тысяч с первого письма. Ого, сказал клиент, а можно улучшить? И про как улучшить сейчас будет чуть-чуть дальше. Я тоже задался этим вопросом. И 550 тысяч за эти три дня с четырех писем. Естественно, ему очень понравилось, мне тоже. К чему это привело в конце месяца? Вот к таким цифрам. Полтора миллиона за первый месяц. Мы с ним работаем уже очень давно, все у него хорошо. У него доля канала email-маркетинг занимает порядка 19% вообще во всех продажах. Просто, чтобы вы понимали, в e-commerce это нормально. То есть 20% плюс-минус – это реальная цифра. Стоимость следа 87 рублей составила. Кто считает стоимость следа, я думаю, вы должны понимать, что это очень мало. Письмо выглядело вот так. Ничего суперсложного нет. Оно не влезло, поэтому разделено на две части. Слева начинается, справа заканчивается. Рвем цены на британский флаг, кричение по времени, декларируем проценты, скидки, бренды, кнопка перейти на сайт. Все. Про оформление писем, кстати, тоже, если хватит времени в конце, тоже будет интересная тема. И давайте дальше. Скажите, кого раздражают всплывающие окна? Немножко? Хорошо. А кого дополнительная прибыль с сайта раздражает? Такой легкий троллинг. Сценарий. Мой любимый сценарий. Настраиваю везде – в интернет-магазинах, в B2B, в сервисах, где угодно. Работает практически всегда и работает очень классно. Сценарий очень простой. Состоится с двух шагов. При попытке закрыть сайт, ну то есть когда человек берет мышку и пытается подвести курсор к крещечку, закрыть окно, мы ему не даем этого делать. Вместо этого показываем всплывающее окно и говорим, уважаемый человек, давай мы тебе, ну не уходи, мы тебе дадим что-нибудь. Только e-mail нам свой дай. Ну это нормально. Посмотрите, как работает даже Lomoda, всякие большие интернет-магазины. Все это используют. И после того, как он нам оставил e-mail, нажал кнопочку отправить, мы ему автоматически в этот же момент отправляем письмо с тем самым предложением, которое мы в этом всплывающем окне ему задекларировали. Все это настраивается, все это работает автоматически. Это несложно. Посмотрите в интернете или спросите у своих маркетологов. Это действительно несложно. Но работает очень классно. Вопрос только в том, какой оффер вы человеку дадите в этот момент. Протестируйте несколько вариантов. Вы можете удивиться, к чему это приведет. Сейчас я покажу дальше скриншоты, как получается у меня, когда настраиваю я. А, ну собственно, вот он же скриншот. 64% открываемость. Если помните, в начале я вам говорил, средняя открываемость коммерческих рассылок 15%. По этому сценарию 64%. Перешли по ссылке 26.26. Это, собственно, кликабельность. Средняя, опять же, по коммерческим рассылкам в пределах 1,7-2%. И отписка 0,15. Вот, кстати, отписка очень важный показатель для тех, кто занимается email-маркетингом, но про нее почему-то забывают часто. Коротко сейчас тоже про нее. Следите за этим показателем. Это очень важный показатель. Это своего рода такая лакмусовая бумажка того, что ваша рассылка хорошая, ее читают, с ней все в порядке. Нормальный показатель 0,2-0,3, ну до 0,4 при некоторых обстоятельствах. Если он достиг 0,4 и перевалил за эту цифру, то это повод начать напрягаться и начать копать, а что не так. Потому что с вашей рассылкой, скорее всего, что-то нехорошо. И многие большие сервисы при показателях 0,5, 0,6, 0,7, они начинают вам блокировать аккаунты, запрещать делать всякие разные вещи. Например, MailChimp. Поэтому внимательно следите. Если выше 0,4, думаете, что не так. И теперь про, собственно, улучшение показателей. Про тот первый кейс, про первое письмо, где было 346 тысяч. Мы тогда задумались, а как улучшить? Как улучшить всю эту историю? Естественно, первое, что нам пришло в голову, это обо тестировании. Мы начали тестировать тему писем. Тема письма, если вдруг кто не понимает, это тот текст, который вы видите, когда вам письмо пришло в почтовом ящике, когда вы письмо еще не открыли. Вот это тема письма. И по сути, это 80-90% успеха в открываемости писем. Оставшиеся там 10-20% это имя отправителя. И мы решили тестировать темы писем. И фишка в том, что тема письма не обязательно должна быть релевантна содержимому письма. Что это означает? Это означает, что если вы, например, продаете одежду, то не обязательно человеку в теме письма писать, что это письмо про одежду. То есть в принципе вы, мы можете там написать что угодно вообще. Ваша главная задача, точнее задача тему письма, сделать так, чтобы человек кликнул и открыл это письмо. Все. Вот это главная задача на этом этапе. А потом уже, когда он письмо откроет, уже внутри задача содержимого письма, чтобы он кликнул и перешел на сайт. Но это же другая история. Сейчас давайте про тему письма. Вот вам пять реальных тем писем, которые мы тестировали в тот момент. Всем видно? Или прочитать? Видно? Давайте так. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, какая тема письма была самая кликабельная? Еще версии. Последняя. Первая и последняя. Третья. Вторая. Ой, сколько мнений. Что? Последняя, конечно. Хорошо. А какая самая неоткрываемая тогда? Третья, да? И четвертая. То есть про третью сказали, что оно и самое открываемое, и не самое открываемое. Мнения разнятся. Хорошо. Давайте цифры посмотрим, как получилось по факту. Вот получилось вот так. Причем можно заметить, что разница между первым и последним вариантом не в четыре раза, но сильно большая, в три с лишним раза. Вот такой был тест. Это абсолютно реальные темы писем на реальном интернет-магазине, который занимается… Может, в конце вопросы? Да, хорошо. В последующую. В переход на сайт в покупку? В переход на сайт. Да. Мы тоже это замеряли, безусловно. Здесь такая интересная тема, что если влияние темы письма на кликабельность, на открываемость письма, она может быть очень сильной. А влияемость содержимого письма на кликабельность, на переход на сайт, там уже зависимость намного меньше. То есть там намного больше надо тестов проводить, чтобы добиться какие-то серьезные значения, различия в значениях. Поэтому в данном случае в принципе было все примерно равномерно, с погрешностью плюс-минус 10%. И в продажу тоже. Там примерно такая же погрешность, но была минимальная. Давайте дальше. Доказательство того, что это не случайность, но закономерность. Интернет-магазин одежды. 6,5 миллионов за первые 5 месяцев. И доля канала, по-моему, 17%. Что-то такое. При этом доля канала email-маркетинг была больше, чем органика Яндекс. И всего лишь на 15% меньше, чем контекст. Ну и опять же, так как это одежда, у них там все достаточно сложно. Email-маркетинг у них имеет достаточно большую долю в марже. Стоимость заказа 100 рублей. Здесь имеется в виду подтвержденного заказа. Кейс B2B. Буквально на днях случился. Для нашего старого клиента решили все-таки сделать рассылку. Нам, правда, заблокировали аккаунт после первого письма, потому что у него была не очень чистая база. Он нам передал, грубо говоря, Excel-файл со всеми email-ами. А где он их взял, он не уточнил. Видимо, там было не очень все хорошо, поэтому нам заблочили аккаунт. Но мы его почистили и продолжили рассылать. И цифры были очень интересные. Это еще один кейс из серии ОГО. Если можно посмотреть, это статистика за один день. Переходы с рекламы. 7 заказов с конверсией 1.83. Органика 5 заказов, но с большей конверсией. И первая строчка, это, собственно, первое письмо. 75 заказов в первый день. У них телефон сломался. У них всего два продажника. Они не успели все обработать. К чему в итоге это приводит? Клиенты в 2-5 раз дешевле, чем с контекстной рекламой. Почему я люблю сравнивать именно с контекстной рекламой? Потому что зачастую контекст – это самый дорогой источник лидов, но при этом трудно от него отказаться. Они там есть, их там много, другая, все его используют. И в данном случае e-mail маркетинг является как раз отличным дополнением к контексту. Я не говорю, что он его заменяет, потому что нет. По сути, контекстная реклама вам дает трафик. Этот трафик приходит к вам на сайт. С какой-то конверсией он у вас покупает. Если взять интернет-магазины, средняя конверсия, давайте оптимистично, 3%. Это значит, что 97% людей у вас с сайта уходят и ничего не покупают. И у вас нет способа с ними в дальнейшем коммуницировать, кроме как по базам ретаргетинга. Это достаточно сложно. Можно брать с него e-mail. Не можно, а нужно. Это, собственно, про сценарий со всплывающим окном при попытке закрыть сайт. Берите у человека e-mail и затем коммуницируйте с ним посредством e-mail. Если у вас интернет-магазины, конверсия, например, оптимистичная, 3% заказ, то собирать дополнительно e-mail можно минимум 4-5% еще сверх этого дополнительно. Больше касаний, это, собственно, туда же. Повторяю, что чем больше касаний, тем выше вероятность того, что человек у вас купит. И те самые 19 или, как вы сказали, 21 касания при помощи e-mail совершить достаточно просто. Особенно, если вы даете человеку релевантный контент или просто качественный контент. По поводу контента еще важный момент. Если, опять же, у вас интернет-магазин или даже если у вас B2B-сфера, не говоря уже про услуги, не обязательно человеку слать только продающий контент. Подумайте, что полезного вы еще можете дать. Если это одежда, тут все просто. Советы стилиста, как одеваться, как подбирать одежду и так далее. Если это косметика, тут тоже все просто. Кейс по B2B, который я вам показывал, это щеточные изделия. Там очень сложно принести человеку пользу контентом непродающим. Но тем не менее, мы сейчас что-нибудь будем выдумывать. Продаем, пока не купят или отпишутся. Здесь очень важный момент заключается в том, что вы не сможете с человеком коммуницировать вечно. есть естественный отток базы e-mail. И если вы эту базу не пополняете, то она у вас уменьшается постоянно. Если вы ее пополняете, то она у вас постепенно увеличивается, несмотря на отток. Если посмотреть в среднем по тем компаниям, которые мы ведем, динамика всегда в плюс. Небольшая, но в плюс. Есть отток, приток больше. Длинный жизненный цикл. Это тот самый ЛТВ, про который очень много говорят. Это про то, как продавать человеку много раз свою продукцию. И конкуренция ниже других каналов. Несмотря на то, что у вас там по много тысяч писем непрочитанных в почтовых ящиках, тем не менее, коммерческих писем от реальных компаний там, скорее всего, не очень много, а качественных писем еще меньше. И если вы сейчас начнете делать качественную рассылку по своей клиентской базе, то вы получаете хорошее стратегическое преимущество. В общем-то все. Я уложился в 26 минут. Торопился. Вопросы? Вопросы сейчас. Есть несколько вопросов. Вопрос номер один. Какие сервисы лучше всего использовать для email-маркетинга? Спрашивает Марат. Да, смотрите. Всем рекомендую использовать MailChimp. Это западный сервис. Он на английском, но там нет ничего сложного в освоении. Там все достаточно просто. Почему MailChimp? Потому что минимум проблем с дополнительными настройками. Там есть всякие DKIM, SPF и так далее. Все это очень сложно настраивать. Если вы используете MailChimp, вы лишаетесь всех этих проблем. И у него стоимость в среднем не сильно больше, чем у каких-нибудь российских аналогов. Если вы хотите больше, чем сервис рассылки, например, есть сервис, в котором можно генерировать всплывающие окна. У него встроенный умный чат, тоже помогает собирать email. И там же встроенная рассылка писем. Сервис называется CarrotQuest. Тоже хороший сервис. Ну и все. Я больше ничего не использую. Unisender отвратительно. Если вы используете Unisender, кстати, проверьте доставляемость писем на ящике Mail.ru. Возможно, вас там будет ждать плохой сюрприз. Да? Кивайте головой. Знаете, да, про это? MailChimp нормально на Mail.ru доставляет? MailChimp, да. У него все в порядке с доставляемостью. Без всяких дополнительных заморочек. И еще последний вопрос. Сколько стоит у вас рассылка? То есть мы нашли вам клиента, похоже. Я думаю, его можно обобщить, сколько в целом на рынке стоят рассылки, то есть от чего это зависит. Ну, смотрите, рассылки могут стоить вообще разных денег. Они могут стоить от 20 тысяч до миллиона. В зависимости от того, что вы хотите сделать, в зависимости от того, какая у вас база, какая у вас специфика, ну и к кому вы, в принципе, пришли. Если вы придете к Ильяхову, который разрабатывал рассылку для Тиньков, он, по-моему, делал, то он с вами вряд ли начнет разговаривать меньше, чем за миллион. Сколько стоит у нас? Ну, давайте я не буду со сцены озвучивать цифры. Подойдите, скажите, что у вас за бизнес. Я вам скажу, сколько это стоит и к каким цифрам потенциально может привести. Спасибо. Спасибо.